здравствуйте дорогие наши подписчики и тех кто к нам заглянул вы на канале акваграду с вами андрей и сегодня я начинаю такую серию небольшой роликов на тему как я это делаю дело в том что у каждого винокура есть какие-то свои рецепты которые он делает постоянно то есть определенный вид сырья ему больше всего нравится вот мне допустим райцы зерновые и сегодня мы начинаем серию роликов по принципу как я это делаю если вам интересно будет данное видео сразу же подпишитесь чтобы не пропустить все последующие видео также нажмите колокольчик чтобы не пропустить какие-то наши новые видео но и конечно же не забывайте ставить лайк если это видео вам понравится сегодня мы будем ставить браги как я уже сказал лично я люблю больше всего зерновые именно сделаны сода или кукурузы поэтому мы сегодня поставим естественно брагу на солоде с использованием вискарных дрожжей они кстати есть у нас на сайте алкатык виски а также поставим брагу на основе кукурузной крупы с использованием дрожжей кодзи они также у нас есть на сайте вы можете там их приобрести конечно же для того чтобы делать на образе каких-то на пиков из иметь минимальный набор для меня это минимальный это аппарат стандарт допустим спектр делюкс медная насадка спирально-призматическая насадка и рубашечный диплюматор это такие вот необходимые вещи чтобы делать качественные зерновые конечно на аппарате компакт и компакт плюс также можно делать но там будут как я считаю значительные потери спирта либо надо делать многократные перегонки для укрепления продукта но об этом он может быть снимем какие-то видео в дальнейшем если вас это заинтересует а наши видео мы будем делать на оборудование которое позволит максимально качественно сделать напиток при минимальном количестве перегонных скажем так давайте начнем сегодня я буду ставить брагу как я уже сказал на основе солода я взял 8 килограмм солода венский и взял два килограмма дополнительно это солод шато виски он обладает таким копченым приятным вкусом и добавляет в напиток такой вот копчености такой брутальности мне допустим очень нравится этот рецепт данный рецепт а именно соотношение 80 процентов базового солода 20 процентов специального он достаточно распространен используется на многих форумах я также его делаю но друзья кому не нравится вот именно излишняя такая феноль насть продукте излишняя ароматика можно использовать 10 процентов данного солода шато виски он тоже даст вот легкие такое ощущение что принципе многим моим знакомым нравится более легкий вариант этого напитка сразу оговорюсь предвещая вопрос комментариях мы не продаем солод солод я покупаю на просторах интернета вбиваю google купить солод украина и все и покупаю солод дрожжи у нас есть на сайте вы можете их приобрести сегодня я его буду ставить по красной схеме то есть красная схема это подразумевает брожение вместе с дробиной для удобства я буду использовать пвк можно использовать любое имеющееся вас оборудование мы зальем воду в пвк нагреем ее до температуры примерно 68 градусов и засыпем солод в нашу воду и выдержим на температуре 62-66 градусов в течение двух часов после того как у нас все осахарит мы охладим и внесем дрожжи и поставим прям пвк на брожение и также первая перегонка будет непосредственно прям на пвк вот это вот основное достоинство данного изделия том что от момента засыпания ингредиентов до окончания первой перегонки все делается в едином объеме также в этом видео мы поставим брагу на кукурузной крупе с использованием дрожжей кодзи к сожалению новой пачки я не взял но вот такой маленький лайфхак говорится когда распечатаю банку с дрожжами я пересыпаю в баночку и чтобы понимать что мне здесь находится я вырезаю с упаковки вот такую полоску и скотчем и перематываю меня так эти дрожжи отлично хранятся и снимать отдельное видео как ставить на кодзи брагу не имеет смысла потому что у нас уже есть такие ролики и ничего сложного нету это как сахарная брага засыпали крупу температура воды 30 градусов внесли 6 грамм 6 грамм дрожжей на каждый килограмм сырья и на брожение под гидрозатвором на 2-3 недели в теплом помещении все пока мы за эти две-три недели сделаем нашу брагу на солоде сделаем напиток полноценный как раз подоспеет пройдет три недели подоспеет наша брага на кукурузе и также будет серия видео как я делаю именно кукурузный дистиллят и так чтобы сделать постановку браги на пвк нам необходимо заполнить пвк рубашку водой для этого я открываю все три порта нижние два порта и порт который на обратной стороне и подаю нижний порт воду пока с порта переполнения не потечет вода как только отсюда потечет вода я перекрываю вот эти два порта порт сзади остается открытый когда мы заполним рубашку можно включать на нагрев включаю на нагрев и будем заполнять водой внутренний бак нашего пароводяного котла у нас бак тока емку 50 литров соответственно я наберу сейчас примерно так вот воду солод я всегда покупаю немолотый он так лучше хранится помол происходит непосредственно перед затиранием то есть когда мне нужно я беру свою любимую мельницу опять к вопросу комментария мельница также была куплена на просторах интернета lx вбиваете мельница для солода производительный достаточно много скажу что к это наш местный харьковский производитель я в принципе доволен чем она удобно что можно выставлять степень помола сейчас у меня стоит для затирания сделал помол чуть чуть поменьше то есть уже будет такая мучка дополнительно потому что это не пиво мы фильтровать здесь не будем можно молоть и помельче итак друзья вода наша уже нагрелась до 61 градуса в принципе чем удобно пвк пользоваться не надо вот именно какую-то там температуру если бы это делали в обыкновенной кастрюле или или емкости универсал то конечно же лучше нагреть до 68 70 градусов когда вы несете солото вас температура опустится до на 2 на 3 градуса примерно и вы тогда укутываете и выдерживаете ваши два часа либо поставите на какой-то огонь или на подогрев нижний и будете поддерживать температуру 62 66 градусов именно эту температуру надо выдерживать для осахарения чтобы солото сахарил сам себя грубо говоря здесь можно продолжая греть можно внести соло допустим у меня 61 я могу внести солото и когда температура достигнет например 65 градусов я выключу и благодаря инертности пароводяного котла температура дойдет примерно сама до 68 градусов потому что в нижней рубашке у нас пар температурой 100 градусов внутри у нас 65 естественно эти 100 градусов будет прогревать внутренний бак этим обусловлена инертность пароводяного котла поэтому в принципе можно также выдерживать и ранние паузы которые способствуют уменьшению пенообразования но в виске принципе это ни к чему можно обойтись и однопаузным затиранием именно выдерживание на температуре 62-66 градусов в течение рекомендую час полтора но я люблю часа два выдержать не меньше а то и на два с половиной оставляю лучше осахариться вот солод я использую отечественные поэтому он не всегда отличного качества если вы используете фирменные импортные солода они конечно же лучше осахариться и там действительно хватает час-полтора но у нас наш местный солод украинского производства поэтому я его выдержит два два с половиной часа сегодня мы будем выдерживать два часа это принципе достаточно все друзья я засыпаю и а до гидромодуль забыл сказать принципе для солода достаточно гидромодуль три с половиной четыре я использую обычно но что-то среднее как получится дальше после того как я сахарю и мы остудим я обязательно померяю плотность нашего сусла если солод попался не очень и плотность достаточно слабая получилось или а гидромодуль взял слишком большой то есть 4 литра воды допустим на 1 килограмм солода я обычно могу еще добавить декстрозу это не вредит напитку для того чтобы и выход был лучше и сахаристость была побольше ну соответственно соответственно сахаристость больше выход больше я пробовал из декстрозы и бекс декстрозы принципе результат практически одинаковый к сожалению на момент съемок не оказалось смешалки под рукой для пароводяного котла конечно же смешалкой было подобно мы засыпали солод закрыли бы и следили как говорится по приборам по температуре периодически подходили бы и помешивали принципе ничего страшного есть обыкновенная такая палка мешалка раз полчаса будем открывать перемешивать для распределить для равномерного распределения тепла этого принципе достаточно если вы делаете на баке универсал вы принципе так и делаете там принципе нет никакой мешалки кроме обыкновенной механической поэтому засыпаем перемешиваем хорошо и доводим до температуры 66 градусов наш внутренний объем и оставляем на два часа с периодическим помешиванием видите получилось в принципе объем до каемки немножко он уменьшится процессе осахарения так как когда у нас крахмал превращается в сахара объем немножко уменьшается температура как вы видите опустилась на 3 градуса было 61 стало 58 то есть то чем я говорил если вы температуру в обычном режиме доведете до 70 градусов засыпите солод то вы выйдете на 67 укутывайте пока укутали пока туда-сюда 66 градусов и полтора-два часа температура будет держаться и процесс окончания осахарения она пустится до 62 градусов мы попадаем наши температурные рамки 62 66 градусов на пвк это делать проще можно на этом закрывать и раз полчаса я буду подходить перемешивать следить за температурой и как говорится встретимся уже через два два с половиной часа когда произойдет полное осахарение нашего будущего затора нашего будущего вискарика и так друзья пока у нас идет осахарение мы поставим брагу на крупе на кукурузной и кодзе я буду использовать то ведро которое у нас есть на сайте она заявлена как 33 литра на него я использую обычно 7 8 килограмм крупы на данный момент я взял 8 поэтому я заполнил водой примерно температурой градусов 40 дальше в нашу крупу и не доливают до края этого принципе достаточно самое главное условие чтобы кодзе вносить при температуре примерно 30-35 градусов и доза дрожжей это 6 грамм на 1 килограмм крахмала содержащего сырья то есть на каждый килограмм крупы я буду брать 6 грамм дрожжей и все это дело смешивать чем замечательные эти дрожжи не надо никаких вот таких вот горячих осахарения то есть осахарение происходит холодным способом вы смешали в воду крупу и кодзе в определенной пропорции закрыли под гидрозатвор и через две недели у вас готовая брага зерновая и еще такой совет после того как начнется брожение я первые два дня первые два дня активного брожения я открываю и тщательно перемешиваю один раз в сутки для того чтобы распределить равномерные дрожжи дальше уже принципе не открываю не заглядываю на три недели на если у вас теплое помещение то есть помещение 26 градусов выше то принципе и за две недели полностью отыграет наша брага если вот как сейчас допустим межсезонье и температура помещения 23 градуса то это происходит примерно за три недели и так как я говорил на каждый килограмм сырья я буду брать 6 грамм дрожжей соответственно 6 8 48 дрожжи рассыпаю на поверхности и буквально через 5-10 минут когда они немножко промокнут я все тщательно перемешиваю и закрываю под гидрозатвор периодически вылазят такие вопросы что у них скисла брага на кодзе друзья в принципе готовая брага она очень кислая это не значит что у нас кислая просто специфика этих дрожжей в том что через через три недели у вас получается достаточно кислый продукт не переживайте потому что лично мой опыт много лет назад я тоже когда первый раз ставил брагу на кодзе я испугался что у нас кисло давай ее быстрее перегонять не прошло там и полторы недели в итоге у меня был пригар из-за того что весь крахмал не выбродил не паникуйте выдерживайте три недели как только у вас гидрозатвор уже три-четыре дня молчит берите смело перегоняйте и смотрите же результат по выходу по спирту сырцу какое у вас получилось количество спирта с вашего сырья друзья давайте сделаю небольшой розыгрыш пачечки дрожжей с бесплатной доставкой от компании акваградус дрожжи алкотек турбо виски условия розыгрыша принципе достаточно простые но в то же время наверное немножко сложные простое это конечно же подписка на наш канал и лайк под данное видео сложность в том что напишите пожалуйста в комментариях какой зерновой напиток дистиллят вы предпочитаете и краткий рецепт его приготовления то есть если это допустим ржаной плюс кукуруза в каких соотношениях если это чисто солодовые виски то какие пропорции солодов и какие солода вы берете среди комментариев мы случайным образом выберем победителя и отошлем ему данные данные дрожжи и так друзья я выдержал два с половиной часа на температуре 66 67 градусов даже до 68 подымалась уж очень инерционно этот котел буквально вот нагреваешь его 64 дома сейчас до 66 дойдет он идет 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 учитывая те кто будет пользоваться пвк что в нем есть вот этот инерционность к ней надо привыкнуть и понимать как она работает вот давайте посмотрим что получилось вот вот такое расслоение сусла говорит о том что это произошло полное сахарение смотрите сверху осветленный чистый можно сказать солодовый сок сахара сплошной на вкус очень сладко обязательно перед тем как будете наполнять рубашку откройте этот кран чтобы не создавалось давление водопроводное внутри рубашки это очень важно открываем нижний кран этот кран закрытый и подаем холодную воду холодная вода будет подаваться вниз сверху будет отводиться горячая вода и рубашкой будем остужать содержимое внутреннего бака периодически я буду помешивать решил я добавить декстрозы все-таки это увеличить немножко выход продукта но не скажется скажем так кардинально на органолептике продукта то есть я делаю что так что так разницы особо не замечаю единственно что с декстрозой просто немножко больше выход решать конечно вам дело чистое на солоде добавлять не добавлять рекомендую добавлять именно декстрозу ничего другого никакой сахар не рекомендуется добавлять итак температура у нас уже 35 градусов пока немножечко про дрожжи еще опустится на пару градусов в принципе можно вносить и дрожжи использовать будем дрожжи которые у нас есть на сайте алкотек turbo из 10 ливен спирит виски называется если я правильно выговорил конечно на вот этот паука я использую одну пачку 73 грамма в принципе они прекрасно сбраживают наши 50 литров сусла но еще часто я использую вот эти дрожжи они написаны для сахара или гистрозы вот они просто замечательно подходят для зерновых я их использую также на 10 килограмм сусла порядка 60-70 грамм прекрасно сбраживают сбраживают до нуля съедает весь сахар и результат мне нравится температура опустилась 33 градуса в принципе пароводяной котел имеет свою инерционность он еще будет немножко и и опускать за счет того что рубашка все-таки холодная ну в принципе можно вносить дрожжи один из последних этапов установка нашего гидрозатвора и еще необходимо слить воду с рубашки нашего пароводяного котла она там просто не нужна а в следующий раз заполнение будет до нижнего уровня до нагревания поэтому ставим гидрозатвор сливаем нашу рубашку полностью и все и оставляем на брожение на неделю у нас на сайте есть вот такой гидрозатвор уже с пробкой чем замечательный прекрасно подходит под фланцева или кламповое соединение то есть грубо говоря и все заполняем гидрозатвор до уровня закрываем крышечкой и бродильная емкость у нас полностью готова итак друзья вот такое получилось видео по постановке двух браг так как примерно я это делаю достаточно часто одна была постановка солода браги другая кукуруза на кодзи если у вас есть какие-то дополнительные вопросы пишите комментариях также не забывайте про розыгрыш дрожжей пишите свой рецепт ставьте лайки конечно же с вами был андрей компания aqua gradus до следующих встреч друзья а